К другим темам. За холод в квартирах чиновники ответят в суде. Следственный комитет возбудил дело по обвинению в халатности в отношении сотрудников администрации Омского района. Согласно материалам, из-за бездействия чиновников три года люди мерзли в своих домах. Температура на минувшей неделе резко упала и в квартирах сотеном мечей. Причина – сбой в работе ТЭЦ-3. Но еще чаще батареи становятся холоднее из-за потеплений за окном. Тогда снижают температуру воды. Но жильцы за отопление меньше не платят. Моя коллега Динарганеева выяснила, почему так происходит и как можно сэкономить. Минус за окном, плюс несколько сотен рублей в квитанциях за электричество. И так каждую зиму. Если не включать обогреватель, температура в квартире Чертынцевых не поднимется выше 17 градусов. Страдают даже домашние животные. Когда совсем морозы, мы одеваем собаку, потому что она же бегает по полу, сильно тянет. И, соответственно, она мерзнет, прям лапы холодные постоянно. Иногда там по термометру 17 бывает, 16. Но когда стукнутся все морозы 35, мы даже и не знаем, сколько будет градусов. Но за отопление жители типовой многоэтажки ежемесячно платят в среднем 1900 рублей. Зимой температура в квартире должна быть не ниже 20 градусов. В угловых помещениях норма 22. Однако при расчете платы никто не учитывает, насколько вам удалось погреться на 2000 или всего рублей на 500. В большинстве случаев используют нормативы отопления. Если вы хотите добиться перерасчета, придется идти в управляющую компанию. Есть специальная технология на высоте метра от пола, в середине комнаты. Выставляется, берется прибор, как правило, это пирометр. Если управляющая компания замерила меньше, то она должна принять меры для того, чтобы увеличить тепло. Все регулируется только судебной практикой. Менее конфликтный выход из ситуации для тех, кто не хочет платить за то, чего нет – установка теплосчетчика. Вариант с умным прибором, правда, подходит лишь для некоторых новостроек. Но и в этом случае право на экономию придется доказать. На день убираю, вечером включаю, на ночь. Опыт Людмилы Дохно показал – цифры в квитанциях завышены в среднем на 30%. Установив счетчик в 2013-м, расходы на тепло в семье сократили с 12 до 5,5 тысяч рублей в год. В квартире жарко, поэтому днем батареи ставят на минимум. Но с началом отопительного сезона 2016 пришли квитанции, где плата, как и до установки счетчиков, была рассчитана по нормативам. Для сравнения, по счетчику за ноябрь семья должна 1153 рубля, а в квитанции значится сумма 2559 рублей. Ну а если нам не надо, почему я должна пользоваться? Я иду в магазин и говорю, беру же 10 метров, если надо мне, 10 сантиметров. В управляющей компании сослались на 344-е постановление федерального правительства. Счетчики должны стоять у всех жильцов дома, иначе индивидуальный расчет под запретом. Своё право платить по тепловому счетчику люди по всей стране доказывают в судах. Для тех, кто к разбирательствам не готов, есть другой вариант – энергосберегающая техника. Грянули морозы, автоматика даст в дом больше тепла. Вопреки распространенному мнению, установить такой тепловой узел со счетчиком можно даже в старых домах. Только придется потратить от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. Когда на улице температуры плюсовые, соответственно, с датчиком наружного воздуха регулятор отработает и ограничивает подачу излишнего тепла в дома. И не будем мы, так сказать, открывать форточки, топить улицы. Платить за непотребленное тепло дорого, но и переходить на умные системы многим имечам не по карману. При этом тех, кто не стремится к экономии тепла, государство наказывает. Жильцы, в многоэтажках которых не установлен общедомовой счетчик, платят больше. Динара Ганеева, Павел Хадынский и Сергей Степанишин. Омск здесь.